О дефиците койко-мест в больницах, нехватке медперсонала и оборудования объявили уже сразу несколько муниципалитетов республики. В связи со сложной эпидситуацией недостаток вышеперечисленного ощущается даже в городах. Так, жители Сбербаша требуют приобрести аппараты компьютерной томографии и МРТ для своего города. К нам в редакцию обратились неравнодушные горожане. По их словам, больным для обследования приходится выезжать в Каспийск или Махачкалу и стоять в длинных очередях. Патимат Ханапова знает подробности. Пожалуйста, примите меры. Это крик души. Минздрав республики Дагестан. Большая просьба. Обратите внимание на город Избербаш. Все на пределе. В больницах не хватает койко-мест, дефицит персонала и огромная очередь за лекарствами. Но основная проблема жителей Избербаша заключается даже не в вышеперечисленном. Главное, что их тревожит, отсутствие необходимого медоборудования для обследования. В городе с населением в 60 тысяч человек нет ни одного аппарата КТ и МРТ. Ну почему мы должны больных людей, родственников возить отсюда в Каспийск, в Махачкалу. Вот много наболевших есть. Город красивый, приятный, аккуратный. Но чувствуется, что нас забросили, забыли нас. Приходится выезжать в другие города. В основном это Махачкала и Каспийск, где и без того медицинская система перегружена. Да и выехать не каждый может. Установлены блокпосты. Вот такой вот парадокс. Куда эти деньги уходят? Почему не доходит помощь? Почему не доходит помощь города? Маленькие города Дагестана. Я житель Избербаша, нету помощи здесь. Посмотрите, старая больница. Новую не достраивают сколько лет уже. Достройте, пожалуйста, новую больницу. Дайте оборудование хорошее. КТ, МРТ. Очень сложная ситуация. У меня родственники трое уже умерли, близкие. Жители говорят, ситуация в городе была бы менее критична, если бы выделяемые на медицину в мирное допандемическое время деньги дошли бы до адресата. Так, в Избербаше вот уже более 20 лет не могут достроить новую больницу. Пациентам все еще приходится довольствоваться медучреждениями, построенными в далекие времена. У нас нет свободных мест. Больница переполнена. Наша старая больница, она в простое-то время была не очень пригодна, да? А на сегодняшний день, ну там, там лежать негде. Наша новая больница, вот сколько помню себя, столько она строится. Более 20 лет. Куда уходят деньги? Ситуация в Избербаше наглядно показывает, почему сейчас во многих муниципалитетах республики положение на грани критического. Ответ прост. До эпидемии на окраинах страны медицине не уделялось должного внимания. Не получается ли так, что всем нам теперь приходится расплачиваться своими стрессами, здоровьем и дискомфортом за халатность тех, кто долгие годы создавал себе комфортные условия за госсчет? По теме от Канапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Избербаш.